Состоялось заседание избирательной комиссии Волгоградской области, на котором были утверждены бюллетени для слабовидящих избирателей, а также бюллетень для голосования в часовом поясе. Членом избиркома были представлены наблюдатели от ОБСЕ, которые прибыли в Волгоград из Германии и Швеции. Комиссия рассмотрела инцидент, связанный с распространением незаконных призывов в виде листовки. Ее решено направить в органы внутренних дел для расследования. Обо всем по порядку расскажет Татьяна Крючкова. В предстоящих выборах президента и в региональном референдуме в списках избирателей числится 1 883 081 избиратель. Из них чуть более полутора тысяч слепых и слабовидящих людей. Специально для последних на каждом избирательном участке будет установлено оборудование для подсчета их голосов. Свою волеизъявление они смогут выразить привычным для себя способом – тактильно. Соответствующая графика, которую утвердил избирком, будет нанесена на бюллетени. На этом заседании принято ряд решений, направленных на обеспечение избирательных прав слабовидящих людей, слепых. Это и решение о том, что на каждом избирательном участке у нас будет трафарет специальный для заполнения избирательного бюллетеня. Значительное внимание избирком уделил тем, кто впервые принимает участие в выборах и впервые будет избирать главу государства. На память об этом дне молодым гражданам России вручат подарки. День молодого избирателя в 2018 году будет проходить период с 18 февраля по 18 марта. Это молодежный форум. Мы планируем провести его в понедельник, 19 февраля. К этой работе мы привлекаем также молодежную избирательную комиссию в Лородской области, которая образована при нашей комиссии. И это такой некий молодежный форум, где мы можем пообщаться и с молодыми людьми, молодыми избирателями со всей области. Они, соответственно, будут иметь возможность пообщаться между собой. Много внимания на заседание избиркома было уделено организационно-техническим моментам по организации референдума. Утверждены тексты формы, а также исполнители печатной продукции и бюллетеней. Для ускорения подсчета голосов будут применять электронную систему. Принято важное, на наш взгляд, решение о применении технологии QR-кода на всех избирательных участках Волгоградской области, кроме тех, где будут применяться КАИБы. Эта технология позволяет формировать протокол участковых избирательных комиссий, избежав при этом ошибок, связанных с человеческим фактором, и ускорить ввод данных в ГАЗ-выборы. Также были утверждены результаты жеребьевок, проведенных по распределению эфирного времени и печатной площади по выборам президента Российской Федерации и областному референдуму. Отдельно был рассмотрен вопрос о незаконной агитации. Поводом стала листовка, обнаруженная в Красноармейском районе Волгограда, на которой не было информации о тираже заказчики и источнике финансирования. Сам текст содержит призывы не ходить на голосование. Есть призывы гражданам Российской Федерации о неучастии в предстоящих выборах и описание возможных последствий в случае избрания кандидатов, участвующих в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации. И направить представление в Главное управление МВД России Поворотской области о пресечении противоправных агитационных деятельностей, о привлечении виновных лиц к административной ответственности, соответственно, законодательствам и, соответственно, изъятие незаконного агитационного материала. Впервые на заседании комиссии присутствовали наблюдатели ОБСЕ из Германии и Швеции, которые будут находиться в нашем регионе и после 18 марта, до дня утверждения итогов выборов. Татьяна Крючкова, Анатолий Чернышев, Вести 34.